Тридцать лет назад старший лейтенант Виктор Беленко сбежал в Японию на сверхсекретном самолете МиГ-25. За этим истребителем долгое время безуспешно охотились спецслужбы западных стран. Этот побег нанес урон не только обороноспособности страны, но и подорвал политический имидж СССР. О малоизвестных подробностях этого дела в материале Николая Королева. 6 сентября 1976 года жители японского города Хакодате были взбудоражены ревом реактивного двигателя. Высыпав на улице, они увидели в небе истребитель. Сделав над городом три круга, самолет пошел на посадку и сел на гражданский аэродром. За штурвалом сверхсекретного истребителя-перехватчика МиГ-25П был старший лейтенант Виктор Беленко. Виктор Беленко. Год рождения 1947-й. Окончил Армаверское высшее военное авиационное училище. Служил летчиком-инструктором в Ставропольском высшем военном авиационном училище ПВО. По личной просьбе был направлен на Дальний Восток в истребительный полк ПВО. В тот день в истребительном полку проходили обычные учебные полеты. Когда все задачи были выполнены, самолет Беленко неожиданно исчез с радаров. Летчик не выходил на связь и не отвечал на позывные. В полку подняли тревогу. Чугуевка, Приморский аэродром. Он ушел в зону, сделал там два виража. Потом резко в пике ушел на малую высоту. И на малой высоте, вдоль там, значит, ущелья, он ушел в сторону моря. Беленко хорошо знал систему района ПВО. Знал зоны, через которые можно было проскочить незамеченным. Этим он и воспользовался. Шансов пресечь этот полет у ПВОшников не было никаких. А вот РЛС японских вооруженных сил, размещенные на острове Хоккайдо, засекли истребитель Беленко. Через семь минут после обнаружения воздушной цели с авиабазы Читоза поднялась на перехват пара фантомов. Пока центр управления воздушным движением пытался распознать цель, истребитель исчез с экранов радаров. Когда, значит, он увидел, что там по инверсионному следу, что пара идет на его перехват, значит, он пошел наверх на сверхзвуковую скорость. То есть о чем я говорил? Не на 10 тысяч, а врубил форсаж и разгон, и на потолок. Они следом за ним. Он резко убрал форсажи, двигатель, выпустил тормоза и колон униз, и они пролетели мимо него. Вот он совершил такой маневр. Теперь Беленко оставалось выполнить посадку. Однако его план сорвался. Американская военная база, на которую Беленко должен был посадить МиГ-25, оказалась в тумане. И тогда он направил свой истребитель на гражданский аэродром. Во время посадки МиГ-25 чуть было не столкнулся с пассажирским Боингом. Беленко был вынужден сажать машину на большой скорости и под острым углом. Взлетно-посадочной полосы не хватило, и самолет выкатился на грунтовое поле и только тогда остановился. Так, не имеющий аналогов в мире, сверхсекретный истребитель-перехватчик МиГ-25 оказался в Японии. МиГ-25П. Максимальная скорость 3200 км в час. Высота полета 30 тысяч метров. Дальность полета около 2000 км. Эти кадры были сделаны японским телевидением сразу после приземления МиГ-25. Рядом с самолетом стоит Беленко. Он прекрасно знал, что американские спецслужбы давно охотились за МиГом. На это и была сделана ставка. Как только стало известно о побеге, Советский Союз потребовал немедленной выдачи летчика и возвращения самолета. С другой стороны, на японцев давили США, преследуя диаметрально противоположные цели. Как можно дольше держать МиГ в Японии и ни в коем случае не выдавать Беленко. Под прицелом множества фото и телекамер Беленко посадили в машину и увезли с аэродрома. Японцы поначалу вообще-то не знали, как реагировать. И ссориться с Советским Союзом представлялось бы этот вопрос довольно, так сказать, рисковым. И несколько дней японцы фактически мурыжили американцев, когда те требовали действительно представить им самолет на разработку, сел-то он все-таки на японский, так сказать, гражданский аэропорт. С места посадки на транспортном самолете американских ВВС МиГ-25 перевезли на японскую авиабазу. Несмотря на протест Советского Союза, около 20 американских специалистов демонтировали самолет, выясняя все нюансы о нем. Уже в разобранном виде он был возвращен. Специалисты авиационные, значит, моего полка вместе со специалистами завода «Орженикидзе» ездили на этот аэродром, где принимали, разбирали его и отправляли. Значит, данные такие, что американцы со всех частей металлических и так далее, взяли пробы. Они полностью разобрали и сняли нашу систему опознавания. Это миллиардные убытки по тем деньгам мы понесли, потому что нам пришлось перестраивать всю систему опознавания. Их, конечно, интересовали, безусловно, наши двигатели и особенности аэродинамических характеристик нашего самолета. До сих пор так и не ясно, кто же был на самом деле Виктор Беленко. Завербованный агент, дожидавшийся своего часа, или спонтанный угонщик, движимый личными мотивами. «Перед тем, как он улетел, он сходил в отпуск. После этого, опять после, определили, что он был в семи городах нашей страны. Чем он там занимался, с кем он встречался, конечно, никто не знает. Но можно, так сказать, с вами пофантазировать и сказать, что получал соответствующие инструкции. Кстати, когда, значит, осматривали его квартиру, то нашли карту под подоконником со всеми расчетами. То есть он готовился. Но эта карта, на мой взгляд, это была ложная карта. Она была с маршрутом проложена в Китай». Так или иначе, в 1980 году Беленко получил американское гражданство. О дальнейшей судьбе Беленко мало что известно. По одним данным, он стал полковником ВВС США. По другим, погиб в автомобильной аварии. До сих пор остается тайной, что же в действительности случилось с Виктором Беленко. И вот что интересно, по странному стечению обстоятельств, и Беленко, и Зуев, позднее угнавшие в Турцию другой самолет МиГ-29, почти одновременно в США стали жертвами странных автомобильных катастроф. Однако к другой теме. Судьба человека, о котором сейчас пойдет речь, загадка. Всю свою жизнь он был засекречен и вместе с тем известен всей стране. Ведь именно он послужил прообразом главного героя легендарного фильма «Майор Вихрь». Какова подлинная судьба майора Вихря, об этом в материале Александра Миржанова. Вот ваша легенда, товарищ Вихрь. Вихрь – это не очень громкий псевдоним. Может быть, лучше ветер? Ветер уже есть. На самом деле, его позывной был Сибер, а настоящее воинское звание – всего лишь младший лейтенант. Однако участвовать в операции по спасению Кракова Алексею Николаевичу Батяну выпало недаром, так как он в совершенстве ладил польским языком. Ведь он сам родом из Польши. В 1939-м даже был призван в польскую армию. Стал унтер-офицером зенитных войск. После разгрома польской армии Германии принял решение бежать в СССР. А там неожиданно получил приглашение в НКГБ и направлен в диверсионную школу. С тех пор диверсия стала его основной работой на десятилетие. В 1952-м году приехал сюда, как раз, на встречу с Судоплатовым. Вот тогда у меня была встреча с ним. Я просил за него, говорю, Павел Анатольевич, отпусти меня, дай мне возможность здесь получить образование чекистское, наше, высшее. А где я не иду таких, как вы? В 1944-м немцы действительно собирались уничтожить Краков при отступлении. Однако спешного десантирования группы Батяна для спасения города, как это было показано в фильме «Майор Вихрь», не было. Иллюзия такого десанта была частью продуманного плана. Поляки думали, это толковцы думали, что я с немцами был выборчен десантом. Краков – это центр управления Абвера, армейской разведки. У них там лучшие силы. Все время от Тады Москвы до самого Кракова я пришел пешком. Если бы до немцев только дошла информация, что под Краков пришел именно Батян, то на уничтожение его группы, возможно, были бы брошены все лучшие силы германской армии. Ведь уже больше года он совершал диверсионный рейд по Телан немцев. Еще в январе 43-го своей мишенью он выбирает комиссариат Вовруча. В этом украинском городке, который и на карте-то не найти, располагалась администрация оккупационных сил всей Житомирской, большей частью Киевской областей и даже части Белоруссии. Штаб охраняли огромные силы, и подобраться к нему казалось невозможным. Но Батяну удалось завербовать украинца истопника. В сжатые сроки он лично обучил агента взрывному делу, и тот пронес в штаб 150 килограмм взрывчатки. Но главное, уже тогда в блеске проявился талант Батяна вербовать агентов зачастую единственно возможных для задуманных операций. Заложили минимум в трех местах под здание. Он заложил, а под видом туда он говорит, мы будем... Доложил этому комиссару о том, что, значит, надо на зиму продвести топливо, там, торфель или таму-то другое, поэтому, если я тут буду где-то складывать, но, во всяком случае, он убедил, что можно туда что-то поднести, так полиция не проверяла его. Как раз в эти дни вовруч из Берлина прибывает спецгруппа для планирования масштабной карательной акции с целью ликвидации партизанского движения почти на всей территории Украины. И для окончательного согласования планов все немецкое командование собирается в здании, которое уже подготовил для него Батяну. Был уничтожен гиперский комиссар, начальник полиции, или Гестапо, там группа была, мы сперва думали, что очень много там у них было, разнесло там все, но оказалось, что человек около 80 немцев уничтожено было. После этой акции и был получен приказ Москвы идти на Краков, где действует совместно с польскими подпольщиками. Но в Ставке не знали, что полякам самим требуется помощь. В тюрьме небольшого польского городка Илжих томились захваченные Гестапо их командиры. В итоге, чтобы помочь полякам и доказать свою надежность как союзника, Батян без всякого согласования с Центром на целую ночь просто захватывает весь город и совершает стремительный марш к Кракову. Советская армия стремительно наступает, никто не знает, когда немцы взорвут город. И чтобы выяснить оперативную обстановку, Батян захватывает языков прямо во время марша. Оказывается, что в планах немцев было не только уничтожение Кракова, но и срыв наступления Красной Армии по всему фронту, для чего минировались плотины под городом Новый Сончин. Попрот и Дунаец. На этих двух реках были плотины большие. И вот когда мы захватили там одного из инженеров, которых этих самых там были, он рассказал нам, что вот такая задача, в случае чего, если Советская армия будет наступление, то им задача взорвать вот эти самые плотины. Это затопило бы это городишко даже. Перед Краков. Безусловно, тогда немцы бы и взорвали бы Краков, и Краков взорвали бы, потому что у них было бы достаточно времени, чтобы осуществить эту мечту. Польские подпольщики выяснили, что всю взрывчатку для минирования плотин и города немцы складируют в подвалах Янгельского замка на севере Кракова. Минировать город еще только начали, а значит, Батяну надо было успеть уничтожить замок. Доступ на этот сверхохраняемый объект имели только немцы. Диверсанты должны были заставить кого-нибудь из них работать на себя. Вы просили, чтобы я пришел сюда к вам один. Я пришел. Здравствуйте. На самом деле, добровольных помощников среди немцев у Батяна не было. Но в тех местах действительно были хорошие охотничьи угодья. Вычислив любителей охоты среди персонала замка, диверсанты захватили сразу двоих. Одного тут же расстреляли. Второй с перепугу согласился сотрудничать. Но каким образом это сотрудничество было надежно скреплено, в фильме «Майор Вихрь» показано верно. Нет ли у вас с собой фотографий жены или детей? Но ведь сентиментальная нация, конечно, есть. Покажите. И мы ей сказали, если ты уйдешь, я имею в виду, что мы доберемся туда, и твоей семье будет то самое. В итоге именно этот немец и пронес небольшую английскую мину в подвалы Краковского замка, где хранились сотни килограмм взрывчатки, которая должна была стереть с лица земли город и буквально потопить наступление советской армии. Но Батян успел первым. Вот я считаю, что этим самым мы дали возможность Красной Армии беспрепятственно, то есть без сопротивления, добраться до Кракова. Вот это моя заслуга, я считаю, в этом деле. Фотография 60-х. Алексей Батян со своим командиром, легендарным Карасевым. Более 20 лет Карасев буквально заваливал Кремль требованиями удостоить Батяна звания Героя Советского Союза. Но этого более чем заслуженного звания Алексей Николаевич так и не получил. И уже не получит. По закону современные российские награды за подвиги Второй мировой не вручаются. И все же недавно в Кремле Алексею Батяну была вручена одна из высших наград современной России – Орден Мужества. Но это уже за послевоенное время. Ведь закончив войну лейтенантом, он уволился из КГБ только в 70-х в звании полковника. Но до сих пор вся его послевоенная биография засекречена. Можно сказать только, что служил под руководством легендарного Судоплатова. Был в управлении С – нелегальная разведка. Участвовал в создании диверсионной школы комитета, из которого вышел знаменитый вымпел. Но и до сих пор многие офицеры вымпела изумляются, когда узнают, что началась эта головокружительная биография, по сути, случайно. Когда унтер-офицер, разгромленный немцами польской армии, бежал в СССР. Вы по профессии не разведчики. Вы стали разведчиками только на войне. Вяга. Сегодня легендарному майору Вихрю исполняется 90 лет. Мы от души поздравляем прославленного разведчика и надеемся еще не раз увидеть его в нашей программе с новыми рассказами о своем удивительном прошлом. Сейчас мы уйдем на рекламу. Но когда вернемся, мы расскажем о Вьетва Дао – боевом искусстве, которое стоит на вооружении вьетнамских спецназовцев, а Юрий Кормушин покажет, как дать отпор противнику, напавшему на вас в замкнутом пространстве. Встретимся после рекламы. О том, что вьетнамцы – прекрасные солдаты, мир по-настоящему узнал, когда США были вынуждены вывести свои войска из Вьетнама и, по сути, признать поражение. Однако о рукопашном бое Вьетнама известно сравнительно мало. Вьетва Дао – один из наиболее интересных видов вьетнамских боевых искусств. Репортаж Николая Матюк.